И у нас в студии сегодня арт-директор Никаса Сафронова, известного знаменитого художника Наталья Христенко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каких городах Казахстана вы уже побывали? В сентябре 2014 года выставка открылась в Алматы, в музее Костеева. После этого у нас было две экспозиции, представленные в Астане, в Караганде, Усть-Каменогорске, Актобы, Актау, Атырау. И вот сейчас мы в Шумкенте. Почему вы выбрали Шумкент? Долго очень мы сомневались, потому что различные отзывы, скажем так, о культуре. И, конечно, в первую очередь, когда мы увидели фотографии художественной галереи, я не поверила своим глазам, потому что такого нет ни в Алматы, ни в Астане. Я вам хочу сказать, мы вообще уникальный город. Это да. Как встретили вас в Шумкенте? Очень хорошо. То есть директор художественной галереи Айнабек Манджасарович, он проявил большое к нам, как вам сказать, гостеприимство. Я думаю, что посетителей выставки будет много, потому что желающих посмотреть Никаса Сафронова. Кстати, сам Никас Сафронов будет. Да, он собирался прилететь 26 мая, но перенеслась поездка, теперь мы его ждем где-то в начале июня. Ну, выставка у нас продлится до какого числа? До 21 июня включительно. Без перерывов, без выходных, то есть каждый день мы ждем с 10 до 8. Паша, можно приходить теми, посмотреть, полюбоваться работами мастера. Обязательно, обязательно. Скажите, пожалуйста, а в чем уникальность художника Никаса Сафронова? Ну, уникальность в том, что он будет интересен абсолютно любому пустителю. То есть не обязательно быть ценителем искусства, потому что основной стиль, в котором пишет Никас, это символизм. То есть символически он отражает те или иные периоды его жизни, какие-то события. Картина очень красивая сами по себе. Не нужно понимать их, как, например, если бы вы пришли на выставку Шагал, я бы сказала, что здесь определенная публика должна быть. Либо Кандинского, да. Никас Сафронова без преувеличения до любого пустителя, до любого зрителя. И мы представили на выставке портреты известных людей. Там есть и Джордж Клоуни, и Анжелина Джоли, и Наталья Вадян, и многие-многие другие. Мы представили сюрреализм. Мы представили технику, с которой он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Это импрессионизм, но в видении именно Никаса Сафронова. Поэтому, даже если вы не разбираетесь в творчестве, просто отдохнуть. У нас играет красивая, хорошая классическая музыка на выставке. Мы всех ждем. И я могу сказать сто процентов, об этом свидетельствуют тысячные отзывы в нашей книге, которую мы возим с собой по Казахстану. Тоже может каждый прочитать по каждому городу. Но выставка не оставляет равнодушными никого. Поэтому в этом уникальность. Я не думаю, что еще какой-то художник на какого-то художника, я прошу прощения, ко всем ныне живущим современным художникам заранее, но, к сожалению, такой популярности, как у Никаса, ни у кого нет на сегодняшний день. Это на самом деле уникально. Это уникально, да. То есть он входит в 10 самых известных людей России, в 100 самых известных современных художников мира. Он был награжден орденом из рук самой королевы Англии за его такую популярность в том числе. Плюс ко всему он является почетным гражданином многих-многих городов. И также в Казахстане он получил, например, орден Курмет. Это получает только от Союза художников. Два человека в Казахстане получили от Стрители и Никаса Сафрона. Плюс он почетный академик, Академия Жургенева, которая находится в Алматы. Дальше, в принципе, я не вижу смысла перечислять его заслуги, потому что у нас не хватит эфира. Вы как арт-директор знаете про Никаса все. Скажите, какой он человек? И тяжело ли быть арт-директором такого известного художника? Тяжело, потому что не совсем понятно, откуда он черпает силы. Он практически не спит. То есть, если он поспит в сутки два часа, это очень хорошо. Это мы просто счастливы, окружающие его, скажем так, сотрудники. Он бесконечно много работает, у него постоянные переезды, большая очередь на портреты. То есть, сейчас это практически на два года вперед расписан график портретов, только портретов. Не говоря уже о том, что он постоянно учится, он закончил недавно в Англии академию. Сейчас он едет под Ярославль, учится иконописи. В августе он поступает в Академию Репина в Питере. И при этом, это сумасшедший график, он строит несколько церквей, занимается благотворительностью, открывает выставки. У него три выставки идут параллельно. То есть, две в России, одна сейчас в Казахстане. Поэтому, как любой талантливый человек, талантливая личность, он, конечно, очень строг и очень, как вам сказать, за все спрашивает. В этом плане нелегко, но рядом с ним постоянно растешь. И никогда не бывает такого, чтобы ты сделал что-то хорошо. То есть, потому что рядом с ним тебе кажется хорошо, приходишь к нему, он тебе указывает на какие-то моменты, и ты понимаешь, что тебе еще просто очень далеко расти и есть куда. То есть, это прекрасно, конечно. А в его работах часто проскальзывает тема религии. Он из семьи священнослужителя, по-моему. Да, да, он из семьи священнослужителя. Его мама из города Поневежис, это Литва. Отсюда имя Никас. Собственно говоря, почему. Вырос он, конечно, в очень строгих условиях. Большая семья, они были достаточно бедны. Но уже начиная с двух лет, ребенок поражал какую-то свою неординарность. То есть, он построил, например, замок из спичек совершенно невероятный, который это было его первое творение. То есть, не картина, он не сразу стал рисовать, а именно вот что-то творить. И так как семья была очень набожная, он на улице нашел журнал, там на обложке была Софи Лорен. Он подумал, что это дело Марии. И лет до 15 он молился, он поставил себя в углу, молился ей. Он даже не мог предположить, вот мы с ним недавно разговаривали, она прилетала к нему 8 апреля в Москву на день рождения. У нее есть теперь своя комната в его доме. Он говорит, я, конечно, не мог поверить вообще, что жизнь может так вообще вывести, что вот та далекая для меня дело Марии будет так близка. И сейчас совместный проект. После Казахстана мы едем в Швейцарию, и часть картин уже не увидят ни в России, ни в Казахстане, ни в других странах. Они остаются у Софи Лорен в Швейцарии. Поэтому спешите, посмотрите, больше их реально никто не увидит. Ну это явно такой пример наглядный, что мечты сбываются. Да, да. Но нужно им идти и верить. Идти, да, и верить, потому что, ну действительно, вот если бы вы увидели, человек родился в бараке, построенном немцами, где-то в пригороде Ульяновска. А Ульяновска-то по Волжи, там, где Ленин родился. Вот у нас, мы теперь шутим, у нас три известных человека родились в Ульяновске. Ленин, Никас и Колобок. У нас родина Колобка, я считаю, да. Ты не знала сейчас. Да, да, да. Но мы хвалимся, у нас приезжают, мы, конечно. Я сама тоже из Ульяновска, собственно говоря. И когда вы бы увидели, откуда, почему я призываю, чтобы приходили на выставку дети, и художественное училище особенно, потому что я им могла бы на экскурсии или наши сотрудники показать, что все возможно. Что действительно, абсолютно быть признанным, и не важно, кто ты, и не важно, кто твои родители. Самое главное – это терпение и упорство. Никас говорит, я сажусь за работу как ремесленник, а выхожу как художник. Вот это его на самом деле такой девиз по жизни. Наталья, дело в том, что когда Никас приехал, вернее, выставка Никаса Сафронова появилась в нашем городе, вот 21 числа было открытие, я дочери ничего об этом не сказала, и прошло пару дней, она приходит со школы и, значит, так мне заявляет, а ты почему мне ничего не сказала о выставке? Я говорю, ты откуда узнала? Она говорит, ну, понимаешь, везде же афиши висят. Я говорю, хорошо, ты бы хотела сходить, она – да. Я не знаю, наверное, она смотрела, наверное, по телевидению там сюжетов они много снимают, в общем, о нем много говорится. Видимо, чем-то ее зацепил Никас Сафроном, его творчество. И буквально вот на днях мы опять шли с ней, она на остановке увидела афишу, и она долго смотрела на него, на его лицо, на его портрет, там фотографии его были, а так оценивающий, как маленькая женщина, такая все-таки, все мы женщины, да, начиная с рождения. И говорит, мам, вот он не очень красивый человек, вот интересно, он женат или нет, вот вся красота у него ушла в талант. Вот сейчас, наверное, многие женщины напряглись у экранов. И прямо сделали. Скажите, пожалуйста, женат ли Никас Сафрона? Ну, по поводу красивого он или нет, я бы поспорила. Все-таки он у нас общепризнанный такой мачо, скажем так, но при этом очень избирательный. Он холостой на данном этапе. Самый яркий брак у него был. Мне кажется, он отбил вообще ему охоту жениться, мне так кажется. Когда ему было по 17 лет, он познакомился, будучи учился в Москве, он познакомился с девочкой, она оказалась венецианкой. И она училась в Институте международных отношений. И как-то очень быстро вспыхнула страсть, венецианки, они очень страстные, и они решили пожениться. Но она была из такого древнего рода, очень влиятельного. У нее был достаточно известный богатый отец в Венеции. И они поехали на помолвку. И вот папа организовал, в их честью собрал бомонд. И как бы они, представляете, они бегут на помолвку, и вдруг Никас видит на другой стороне улицы Сальвадора Дали. Он ее устанавливает и говорит, послушай, это же Сальвадор Дали. А она говорит, да, я знаю, он здесь был отчасти. Говорит, ну давай перейдем, давай как-то пожмем ему руку. Это Сальвадор Дали. Он был в шоке. Говорит, послушай, там отец собрал ради себя такую тусовку, а ты, то есть какой-то Сальвадор Дали. Он этого не сделал. Прошло время, у него родился сын от этой девушки. Ему зовут Стефана. Он будет, наверное, единственный художник, потому что действительно он талантлив. Вот пока из пяти сыновей Никаса Сафронова мы наблюдаем проявление такого таланта именно в художественной сфере у Стефана. И вот сейчас, по прошествии многих-многих лет, он жалеет о том, что он не перешел дорогу и не пожал руку Сальвадора Дали, потому что все остальное это была Мишура. Они расстались достаточно быстро. Она оказалась истеричной особой, по его словам. После этого были какие-то у него серьезные отношения, как право, они такие долгие. Но вот сейчас он один. У него настолько тяжелая жизнь, что он просыпается, он не понимает, в каком городе. Он смотрит, он говорит, я говорю, как вы определяете? Он говорит, я смотрю на люстру, если я люстру не узнаю, значит, это не Москва. Я не дома, да? Да, то есть, а дальше он говорит, просто бывает, что я не понимаю вообще, вот таки-то настолько. Конечно, не каждый это вынесет, потому что нужно считаться. И он гениален, и он, хотя он очень щедрый, он очень внимательный, он заботливый. Очень часто участвует в благотворительности? Очень часто. Можно сказать, постоянно? Да. И в Казахстан не стало исключением. У нас прошел благотворительный аукцион. Мы участвовали при участии правящей партии президента. Вот был бал в Астане, продали картину за 8 тысяч долларов, и деньги полностью пошли на помощь детям. Потом мы приезжали с мастер-классами и дарили картины во многих училищах, в Алма-Ате, в Астане. То есть, как бы везде, где есть возможность, мы везде помогаем. Ну, стараемся, по крайней мере. А в Ульяновске он построил церковь, назвал ее Святой Анной, в честь мамы. В Москве достраивается церковь. У него под его патронатом находится детский дом. И его, как бы, девиз по жизни – десятину отдай. Он учил так мама, он говорит, что все, что я зарабатываю, десятую часть я обязательно отдаю. Неоднократно было, когда подходили бабушки, и он там отдал по 20 тысяч евро. У меня были такие глаза, потому что, конечно, он становится жертвой мошенников. Возвратимся к искусству. Да. Вы рассказали о Сальвадоре Дарли и об этой встрече, которая не состоялась, к сожалению. Но Никас написал картину. Вот расскажите об этой картине. Она, кстати, есть у нас в галерее, выставлена. У нас представлена картина, и вы, как это ни странно, наверное, назвали самую дорогую картину. Она стоит более 50 тысяч евро. Эта картина дорога Никасу. Вообще цена у нас не определяется размерами. Хотя она, конечно, большая. Она метр на метр. Она самая большая на выставке. Цена всегда определяется тем, сколько вложил времени, сил, в каких обстоятельствах. Почему и вообще, почему она была написана, эта работа. Поэтому эта картина дорога для Никаса, прежде всего потому, что память Сальвадора Дали, естественно. Плюс там есть хендмейт. Там выложена часть картины старинными пуговицами, что очень тоже детям нравится. Дети приходят, они прямо во встоке. Старинные механизмы часовые в голове удали, как символ того, что искусство вечно. Все остальное ржавеет. Вы можете купить квартиру, машину. Это все со временем придет в прах. И только истинное искусство возрастает в цене, даже когда вы приобрели, уже на 15% в год. В среднем. Такая статистика, что она растет в современном искусстве. Вот такая вот у нас есть картина. То есть я думаю, что многим было бы интересно ее посмотреть воочию. И вот к этому давайте-ка мы перейдем. Плавное, я знаю, что вы пришли с сюрпризом. Да. Давайте его озвучим. Каким сюрпризом вы к нам пришли? Мне бы очень хотелось, чтобы зрители вашего телеканала получили от нас какой-то приз и пригласили на билеты. Поэтому я бы хотела объявить такой небольшой конкурс. Он достаточно легкий, надо иметь только смекалку, пожалуйста. Не буду раздумывать. Ну, понятно, как можно найти ответ на вопрос. Кто ответит правильно на следующий вопрос? Скольких президентов рисовал Никас Сафронов? Получит от нас в подарок копию с оригинала, репродукцию вот такой вот картины. Картина называется «Цветы из голубого замка». Очень нежная. Мы надеемся, что она подойдет под любой интерьер. И останется хорошей памятью о выставке и о художнике. Но чтобы не было обидно тем, кто, например, не угадает, в любом случае получат пригласительные. И первые пять человек, которые позвонили, получат пригласительные на два лица. И они могут посетить в любое время до 21 июня нашу выставку. То есть вот мы бы хотели о себе оставить такую память. Давайте еще раз озвучим вопрос. Скольких президентов рисовал Никас Сафронов? Ваши ответы мы ждем по телефону 30 1003. Поспешите. Ну, Наталья, что бы вы хотели пожелать нашему городу, всем нашим телезрителям? Я вижу, что ваш город развивается семимильными шагами. И процитирую Назарбаева, что если бы каждый, кто мог бы родиться второй раз, должен прожить свою жизнь в Шимкенте. Я понимаю, о чем он говорит. Потому что действительно, ближайшие, может быть, три года, это будет третья столица в Казахстане. Есть очень добрые люди, отзывчивые. Я желаю, чтобы у вас было побольше красивых мест. Мне бы хотелось, чтобы город украшали, может быть, какие-то скульптуры. Мы планируем по этому фестивале. Мы не планируем. То есть это какой-то один проект, вот, в Деникс. И, конечно же, ходите в музеи. Это очень особенно, дети. Это очень дает хороший старт на жизнь. Спасибо вам большое, Наталья. Всего доброго. И мы, в свою очередь, вам даем свежий выпуск газеты РАБАТ. Спасибо большое. Будет интересно.